В Майдане не было антисемитизма. Естественно, и в Харьковском Майдане, и в Луганском Майдане тоже его не было. Но отличие этого Майдана от 2004 года весьма значительное. Хотя он как бы последовательно продолжает то же самое дело. Во-первых, он намного более массовый. По нашим подсчетам, в вот этих 50 городах на Майданах стояло более 2 миллионов человек. Вот эти месяцы. Еще миллионы людей помогали им одеждой, обувью, лекарствами, питанием, деньгами. Это была такая самоорганизующая система. Ни одна политическая партия, не правящая тем более, ни даже оппозиционная, не имели никакого отношения к управлению этими процессами. Кто зачитал Гумилева, знает такое понятие, я имею ввиду не отца, а сына Гумилева, как пассионатность. Нам повезло, что мы дважды за 10 лет присутствуем при такой украинской пассионарности, которая выводит миллионы людей на площади и пытается что-то изменить в своей жизни. И самое интересное, что им это удается. Любые иные формы, которыми пытались также действовать более агрессивные, не приводили к результату. Эта форма и в 2004 году привела к смене власти, и сейчас привела к смене власти. Оппозиция воспользовалась этим, оппозиция присутствовала на Майданах и грелась как бы в лучах славы Майдана. Но я хорошо знаю, что они не руководили, я знаю как бы всех лидеров оппозиции. Я знаком хорошо с Иценюком, и с Порошенко, и с Тимошенко, и с Кличко. Я только не знаком с Тегнебок, по какой-то случайности, а может быть не по случайности. Но я их все хорошо знаю. Они не имели никакого отношения к управлению Майданом, ни в 2004 году, ни сейчас. Вот эта самоорганизующая система, это очень интересный феномен, который когда-то опишут. И главное, что это действенный феномен, он дает результаты. Но результаты зачастую непредсказуемы. Потому что, как часто бывает в революциях, после революции следуют агрессивные действия, военные действия. И так было после многих революций. И после французской революции, и после октябрьской, которую вы знаете лучше. И вот сейчас, в кавычках, нам повезло, что мы имеем вооруженную ситуацию, конфликтную с жертвами большими уже, значительными, в этой военной ситуации, после этой революции. И нам говорят, может не стоило это затевать, если это привело вас сейчас к агрессии, к жертвам, может быть не надо было начинать. Но когда речь идет о таких массовых миллионных процессах, которыми никто не руководит, кого можно поставить в вину, зачем вы это начали? У нас и в четвертом, и вот сейчас, в тринадцатом году, это начиналось студентами и журналистами. И только потом обрастало все больше и больше количеством людей. Возможно, вы будете удивлены, но я вам скажу, что я вот как руководитель еврейской общины, со всей ответственностью говорю, что евреи вообще не были в фокусе этих событий. Они не были ни субъектом, ни объектом Майдана, революции и так далее. Реально, то, что называется вот правдой, фактами, обстоятельствами, их не было практически там. Конечно, некоторые евреи принимали участие, выступали на Майданах. Я вот трижды выступал на Киевском Майдане. Художники, литераторы выступали, музыканты выступали, известные по национальности евреи. Некоторые выступали против, на стороне Януковича. Тоже евреи. И не только евреи. Естественно, и другие выступали. И за, и против. То есть этот разлом, как я говорил, прошел через семьи даже, как это часто бывает в эволюционных процессах, когда братья и сестры, родители и дети оказываются по разные стороны баррикад. Это драма, но тем не менее это не первый раз в истории. Так вот, евреи оказались как бы практически ни при чем. Достаточно большая община, 300 тысяч евреев в Украине, такая же, как в Канаде. И еврейская община, она не была задействована. Потому что эти процессы, причины этих Майданов, даже повод совершенно к евреям не имел никакого отношения. Поводом, вы знаете, что было, это отказ правительства Украины подписывать соглашение с Европейским Союзом о зоне свободной торговли. Я вас уверяю, что даже один процент протестующих вряд ли знал, о чем идет речь в этом соглашении. Это огромный документ, сотни страниц, которые читали только профессионалы, дипломаты, может быть, феномисты. Но сам факт, что многие люди хотят, чтобы их страна была европейской, а правительство прекращает это движение, хотя обещало все эти годы, она перехватила этот лозунг у Ющенко, что Украина идет в Европу. И Яныкович также оперировал этим лозунгом. Другое дело, что он не хотел, конечно, никуда идти, потому что ему и так было хорошо. И преувеличенными оказались не только его проевропейские устремления, и даже прорусские устремления тоже в значительной ступени преувеличены. Он пришел к власти для того, чтобы хозяйничать сам в этой стране и не делиться ни с Западом, ни с Россией. Так вот, это был повод, то, что толкнуло людей на Майдане. Но за этим лежат причины, намного более серьезные, чем этот повод. Прежде всего, как часто это бывает, экономические. Потому что там безудержная коррупция, абсолютно беспрецедентная. И мы все жили в Советском Союзе, знали, что это коррупция тогда. Мы жили в постсоветской Украине, знали, что такое коррупция при Кравчуке и при Кучме. Кучма вообще создала такую коррупцию, как институт. Но это были вполне, можно сказать, по тем меркам разумные ограничения. При Янковиче коррупция приняла просто беспрецедентный размах. То есть, если можно было говорить, что при Кучме максимум 20% своих прибыли бизнесмены должны были отдавать на коррупционные эти механизмы, то для Янковича доходило до 70%, а иногда и больше. То есть, практически бизнес становился абсолютно неприбыльным. Прямо говоря, что все надо было отдавать. И семья президента за 4 года сосредоточила у себя под своим жестким контролем 30% валового продукта большой страны. Мне кажется, даже в Африке такое невоскожно. В России даже ничего подобного нет. Там элита гораздо шире, чем просто одна семья президента. И эта экономическая составляющая была одной из самых важных в этом протесте. Это было очень важной причиной протеста. Трудно измерить, что было более важным. Но оно, несомненно, было очень важным. У меня есть, кстати, социологические данные с собой. Я могу показать, что уже после окончания кризиса, в 2010 году, после двух лет его стабилизации, когда уже должен был начаться рост, некоторые экономические в ряде стран уже начался, в Украине по-прежнему продолжалось падение за счет коррупционной составляющей. Более того, количество людей, которым не хватает денег на еду, увеличилось в два раза, с 2010 по 2014 год. Это было просто ограбление страны, вот этой правящей группой, Вянуковичей. Мы, которые живем в Украине, мы, конечно, это знали. Но за границей это мало кто знает. Я не уверен, что среди присутствующих многие знали, как четыре года шло ограбление народа в этой стране. Вторая причина, очень важная, это предательство, можно сказать, национальных интересов Украины как государства. Как некоторые века, я скажу, это Харьковское соглашение 2010 года, по которому Россия получила право еще на 25 лет оставить Черноморский флот. Чтобы вы понимали, что Конституция Украины сегодня, это Конституция вне блоковой страны, где запрещено категорическое нахождение базы иностранных государств на ее территории. Тем не менее, по инерции Черноморский флот находился на этой территории, и Кравчук продлевал, и Кучма продлевал на небольшие сроки. Но в 17-м году уже стало ясно, который будет 17-й год, что Черноморский флот должен уходить из Украины. И это, конечно, Россия не устраивает. По многим причинам. Больше по иррациональным, по символическим, чем по реальным. Черноморский флот не является боевой в современном смысле единицей. Любой военно-специалист на НАТО скажет, что это вообще мыльный пузырь Черноморский флот. Он уничтожается одним залпом крылатых ракет с любого авианосца. Или даже самолета. Не успев на это отреагировать. Но это было важно для России, присутствие ее базы поближе к странам НАТО. И Янукович подписал на 25 лет, вопреки Конституции, вопреки желанию, ну, как минимум половины Украины, он подписал это соглашение. Это был еще один важный фактор, который фрустрировал население Украины. Не все. На Востоке меньше гораздо. Но на Западе однозначно фрустрировало. Третий фактор. Третья причина. Она имеет значение как национально-культурная. Потому что украинцы все же осознают себя как некоторый этнос со своей культурой, со своей историей. И то, что было, зажималось в советские годы, что преследовали этих национал-демократов. Я сейчас не говорю о той вооруженной этапе сопротивления, которое было в 40-е и 50-е годы. Я говорю о 60-х, 70-х годах, чему я был свидетелем, и я знаю всех основных деятелей этого национально-демократического движения. Несомненно, украинцы хотели быть украинцами. Не все, конечно, но очень многие. И Ющенко для этого сделал очень много. Он был не очень великий президент, как стратег по государству, как и по развитию его военных отношений, в экономическом. Но с точки зрения культуры, он очень сильно продвинул, с точки зрения украинской культуры. Он очень сильно продвинул, и особенно по осознанию украинской истории, что является важным фактором этичности языка, культуры, литературы и так далее. Не очень последовательно, не очень умно, но это развивалось с 2005 по 2010 год. И при Янукович это начало сворачиваться. Уменьшалось количество украинских школ, меньше издавалось литературы. То, что Голодомор, вы знаете, что это такое, что было важным фактором идентичности украинской истории, вообще при Януковича прекратилась отмечаться эта трагическая дата и так далее. И, конечно же, многие украинцы, статистически я вам не могу сказать сколько, но не меньше половины граждан Украины, даже для не этнических украинцев, даже для меня евреев, это было также фрустрирующим, очень сильным фактором. Такое пренебрежение, игнорирование интереса национальной культуры. Ну и, конечно же, попытка свернуть демократические процессы. Попытка поставить под контроль средства массовой информации, что не удалось до конца сделать. С газетами было сложнее, с телевидением больше, лучше удалось, но также не до конца. Ну и, конечно, с интернетом это было невозможно. Но явные попытки поставить под контроль все средства коммуникации со стороны Януковича проводились. И это также фрустрировало людей. Вот комплекс этих причин вывел миллионы людей на эти майданы, на этот протест. И, как вы видите, евреев там нигде нет среди этих причин. Евреи не были фрустрирующим фактором, хотя надо отдать должность справедливости, что ряд евреев вполне благополучно себя чувствовали при власти Януковича. В списке самых богатых людей Украины сотни, тридцать человек, это люди с еврейскими кормями. Многие из них приспособились к режиму Януковича и с ним сотрудничали. Ряд не хотелось с ним сотрудничать, они вынуждены были уехать. Об этом также мало кто знает. Янукович не был антисемитным, естественно. Его вообще не интересовали разные идеологические, политические, эмоциональные проблемы. Его интересовало только материальная составляющая, финансовая. Поэтому он отбирал бизнесы у всех. Но когда это касалось евреев, мы тут же об этом узнавали, пытаясь как-то этому противостоять. И в Крыму это было, и в Карьковской области, и в других. Когда вдруг объектами просто наглого отбирания бизнеса становились евреи. Но они не потому, что они были евреями. Точно так же бизнесы собирались у русских, у украинцев и у других людей. Потому что власть сосредоточила в своих руках все механизмы. Армия, полицейский аппарат, служба безопасности, таможню, налоговую. И не нужно было никого даже убивать, как в 90-е годы. Поскольку каждый бизнесмен, он в антенну, нарушитель закона. А в Украине нельзя вести бизнес, не нарушая закон. Приходила прокуратура, СБУ, милиция, ставила перед фактами. Человек должен был отдавать или весь свой бизнес, или львиную долю этого бизнеса в семье президента. И это длилось 4 года. Естественно, это коснулось евреев, но нет никак евреев этнически. Евреи, еще раз говорю, мнения общины не было по поводу процесса. Нет единой украинской еврейской общины, которая высказалась бы по поводу этих процессов. Были разные организации. Ряд из них высказывались за Майдан. И вообще, надо сказать, что евреи, конечно же, больше предпочитают жить в демократических условиях, когда нет коррупции, когда законы выполняются. Для них это более комфортная, стабильная и предсказуемая жизнь. Но при Януковиче не все готовы были об этом говорить слуху. Такие, как я, вот с таким диссидентским характером закалки еще советских времен, конечно же, об этом говорили. И евреи, и не евреи. И одна из организаций, моя самая крупная в Украине, она даже как организация выступала на стороне этих процессов. Другие выступали против. Ничего страшного еще раз говорю. Вполне понятно. Какие интересы у лидеров, какие интересы у элит, такие. Так высказываются организации. Но в информационной сфере присутствие еврейского вопроса было неадекватно большим, непропорционально большим. Почему? Идеологическая и пропагандистская модель прежней власти была достаточно простая. Было несколько сценариев у элиты прежней, как сохранить власть Януковича. И Россия в этом была заинтересована. Несмотря на отвращение Путина к Януковичу как индивидууму, он его просто презирал. Как может бывший Киевбис относиться к бывшему дважды уголовному заключенному? Но он его терпел, потому что он как бы реализовывал те планы России по недопущению Украины на Запад. И он понимал, что декларации Януковича о том, что он ведет Украину на Запад, она всего только декларацией. Но модель для сохранения власти была уже испытанная в разных странах, особенно на Востоке. Пропаганда пыталась представить ситуацию в Украине таким образом. Есть власть. Она не идеальна далеко, с большими недостатками. Может быть даже бандитская. Но вы посмотрите, кто против. Против фашисты, националисты и антисемиты. То есть все, кто не был согласен с властью, автоматически зачислялись в лагерь фашистов, антисемитов и ультра-националистов. Даже те евреи, которые протестовали против коррупции, незаконности, нарушения прав правильных поющих, тоже становились фашистами, включая меня. Так вот, эта модель работала. Потому что в том пространстве слово фашизм влияет не на разум, а на подсознание. Фашизм это плохо. И вы это знаете очень хорошо. Это плохо. Никто не думает уже дальше. Фашизм значит это плохо. И перед этой моделью, которая насаждалась годами и в Украине, и в России, и на Западе, с помощью тех пропагандистских возможностей, вот рисовалась такая модель. Есть власть и есть фашисты. Для того, чтобы в момент выборов всем было ясно, что лучше бандиты, чем фашисты. Но до выборов не дошло. Случился Майдан. Янукович сбежал. И это также интересное очень обстоятельство. Власть была очень сильна. Власть готовилась к Майдану. Янукович 10 лет жил этим кошмаром. Потому что он в 2004 году потерял власть. Из-за Майдана. Из-за той революции. И он 10 лет готовился к следующей. Огромные средства отпускались на внутренние войска. Армия была нищая. Но внутренние войска поддерживались. Готовили спецчасти. Около 10 тысяч спецназа были готовы к подавлению Майдана. Различные пропагандистские модели, о которых я уже сказал. Для того, чтобы объединить все протесты антисемитскими, фашистскими и националистическими. Все это готовилось. На это тратились очень большие деньги. Но не получилось с выборами. Это все готовилось под выборы 2015 года. Президентские. И это было все использовано при противостоянии Майдана и власти. Весь Майдан объявлялся антисемитским, фашистским и неонацистским и националистическим. И это было так далеко от истины, что вам трудно даже себе это представить. Говорят, дыма без огня не бывает. Что-то, что-то, наверное, там было. Я вас уверяю. Что может быть что-то и было. И я хорошо знаю, что было. Потому что мы профессионально занимаемся изучением праворадикальной группы движений. Не только в Украине. На всем постсоветском пространстве. Мы профессионально занимаемся, я этим занимаюсь, 25 лет. Мониторингом проявления антисемитизма и ксенофобии на постсоветском пространстве. У нас есть все эти исследования. Я могу вам их продемонстрировать. Я не говорю о социологических опросах. Вся эта модель была построена на пустом месте. Конечно, в любом обществе можно найти фашистов. Даже в Канаде, в Америке можно найти фашистов. Вопрос же не в этом. Вопрос, есть ли это явление в мейнстриме общественно-политической. Жизни или оно в маргинальной периферии. Вот в чем смысл. Во всех странах есть радикалы. Более того, мы видим поправение радикализации. Сейчас все Европы, и даже здесь происходят такие процессы поправения. В ряде стран Европы праворадикальные партии вошли уже в коалиции правящие. И всего только 14 лет назад, когда в Австрии праворадикальная партия «Свобода» вошла в правящую коалицию, вся Европа восстала на это и добилась изменения политической конфигурации. Но спустя 10 лет правящую коалицию в Польше вошла в союз польских семей. Не менее праворадикальная партия, чем партия «Свобода» в Австрии. Сегодня в Норвегии прогрессистская партия праворадикальная, которую тоже можно назвать, как хотите, если обзываться, а не исследовать это как ученым, можно назвать ее фашистской, эту партию. Она входит в состав правящей коалиции. В Словакии сегодня партия праворадикальная входит в состав коалиции. Я же не говорю про Молдову, где две праворадикальные партии входят в состав правящей коалиции. Но почему-то все об этом не то что молчат, об этом знают только специалисты. И только на Украину нападают, что там есть правые радикалы, партия «Свобода», этот мифический правый центр, правый сектор, еще кто-то. И это определяет всю политику Украины. Они командуют на Майданах ложь от первого и до последнего слова. И я могу привести массу доказательств, что это ложь. Во Львове, в центре украинского национализма, одного из радикальных представителей партии «Свобода» Михальчишина, действительно антисемитов, не пустили выступать на Майдане студенты. Это не мейнстрим, это маргинальная периферия. Она есть в Украине, как и в других странах. И мы это очень внимательно отслеживаем, фиксируем. Мы знаем всех деятелей этих праворадикальных партий. Но мы столкнулись во время Майдана, наряду с его массовым мирным характером, мы столкнулись с беспрецедентной пропагандой, и прежней власти, и поддерживающей ее российской пропагандой, и с огромным балом провокации. И понятно, что это связанные вещи. Пропаганда нуждается в провокациях. Потому что если она не может основываться на реальных проявлениях фашизма, национализма, антисемитизма, эти случаи надо создавать искусственно, и на них строить свою пропаганду. И так оно и было. Последние случаи все, которые мы фиксируем, антисемитские инциденты, они типично провокационны. В нас есть и органическая тоже составляющая, довольно природная, как у всех стран, антисемитизм есть в Украине. Другое дело, какое он и где он находится. В уме с собой мониторинге, если я могу потом дать, какого это интересует, и на русском языке, и даже остался один на английском языке, я думаю, телевидение это заинтересует. В Украине за прошлый год произошло 13 инцидентов антисемитских. Что такое антисемитский инцидент? Это или нападение на человека, на почве ненависти, как говорят специалисты, или случай вандализма. В Европе немножко расширенно трактуют это. Там, допустим, угроза по телефону, если вам звонят, и основываясь на вашем этническом происхождении еврейском, угрожают, это также считается инцидентом. И там это также фиксируется. Поэтому, когда мы сравниваем количество инцидентов в Восточной Европе и в Западной, мы должны учитывать разные подходы, разные критерии. Восточная Европа намного меньше имеет инцидентов. В том числе и Россия, кстати, и Белоруссия, и Молдова, Польша, даже Венгрия с ее фашистской партией Йобин по количеству инцидентов не отличается от других восточноевропейских стран. Потому что есть риторика, а есть инциденты. И это фиксируется по-разному. Риторика тоже фиксируется, как хэтспич, как язык вражды. И это мы фиксируем также очень внимательно. Так вот, Украина находится в очень таком мягкой зоне, где проявлений очень мало антисемитских. И последние 7 лет, в отличие от предыдущих лет, мы фиксируем постоянно снижение количества антисемитских инцидентов. Еще в 2012 году мы фиксировали публикации антисемитских в периодической прессе. Их сейчас нету просто. Интернет, пока мы выносим за скотки, поскольку интернет очень сложно регистрировать, классифицировать проявление антисемитизма. Конечно же, на интернете оно есть. Но когда ты вносишь одну и ту же системную методику измерения, ты видишь динамику. И по одной и той же методике мы работаем почти 25 лет. И мы видим снижение количества публикаций, которое сошло до нуля в периодической прессе. Мы видим изменение, уменьшение количества нападений за последние годы. И мы видим уменьшение количества случаев вандализма в Украине. При том, что в пропагандистской области нам постоянно говорят в последний год о огромном росте антисемитизма в Украине. Витаж привела. Станиславский говорил, не верю. Не верю. Но это же одно такое интервью называлось «Я не вижу то, что слышу». Нету этого. И тем не менее пропаганда это усиленно накручивала, готовя выборы. И это пригодилось во время Майдана. Потому что Майдан тоже объявили антисемитским. И мы очень внимательно следили за Майданом. За все время Киевского Майдана, в других городах мы тоже имели информацию, в других городах вообще этого не было. На Киевском Майдане мы зафиксировали за 4 месяца. Среди тысяч выступлений там был практически открытый микрофон. Каждый желающий мог выйти на сцену и выступить перед 100, 200, 300 тысяч людей. И там в воскресенье эта вещь дошла до полутора миллионов человек в центре Киева. И поместились не только на площади, но и прилегающие к улицам. Так вот. Одно явно антисемитское выступление. Оно произошло в декабре. У нас есть такая неадекватная поэтесса Диана Камлюк. Она такого радикальных взглядов ксенофобских. Она даже расистка. И она в числе других была, сидела в тюрьме за нападение на нигерийца. Есть такие расистские группы маргинальные. Так вот, она выступала на сцене Майдана с антисемитским стихотворением. Это мы зафиксировали. И толпа, интересно как, если нельзя назвать это толпой, народ реагировал очень негативно на ее выступление. В то время, когда выступление евреев на Майдане, вот я трижды выступал, у нас выступал Равин с молитвой о мире. У нас выступал плезмерский ансамбль на Майдане. Очень хорошо воспринимался народом. Очень позитивно. Более того, среди прочих мифов, которые сейчас рождаются вокруг Майдана, есть миф, что евреи были союзниками украинцев на этом Майдане. Это миф. Я-то знаю, что это несоответствие в действительности. Были евреи, тут были евреи, против Майдана. Но миф, это говорит о позитивном восприятии украинцами этих выступлений, немногочисленных. Для украинцев это было важно иметь союзников. И это была не этническая революция, это была как бы политическая революция. Потому что мы как раз зафиксировали, именно во время Майдана, что рождается, или уже родилась и развивается, украинская политическая нация, как канадская, как французская, как американская, как английская. Есть люди разных народов, которые себя идентифицируют с разным этническим происхождением, с разным религиозным аспектом, но они члены одной политической нации. Это двигалось очень постепенно. В мирные годы Майдан это проявил в значительной степени. И в том, как украинцы воспринимали выступления других национальностей, их было не так много. Вот были евреи, были крымские татары. И сегодня рождается миф в Украине, что евреи и крымские татары это основные союзники украинцев в борьбе с диктатурой, с коррупцией, с произволом. Миф. Я не стремлюсь его развенчивать. Хотя я говорю, что это неправда. Ивреи не определялись так уж однозначно. Но этот миф дает возможность нам надеяться, что в будущей Украине евреям будет жить вполне комфортно из-за этого мифа. Есть и другие мифы. Эти мифы отодвинули в прошлое тех героев для украинцев, которые так не нравились русским, евреям, как Бандера и Шухевич. У ряда украинцев это были герои, когда они плохо понимали, что это, они плохо знали историю. Но для них люди, которые погибли за независимость своей страны, были однозначно героями. Сегодня это отодвинуто в прошлое. Сегодня есть 100 человек, которые погибли на Майдане 20-го числа, 20-го февраля, когда снайперы стреляли. И это новый мир. Это новые герои, которые отодвигают все остальное в прошлое. Сейчас Украина живет вот этими героями. И среди них первый погибший был армянином. Вы знаете об этом. Второй был белорус. Среди 100 погибших есть русские. Половина Майданов говорила на русском языке. Это не был этнический процесс. Потому что возмущаться коррупцией, беззакониям и зажимом демократии люди могут не по языковому признаку и не по этническому, а из-за своих ментальных идентик, из-за своей идентичности, которая не терпит этого. Это очень важные процессы, которые только еще предстоит описать, что происходит. Это война, которая происходит, только что мешает этому осознанию, потому что отвлекает все силы государства и гражданского общества именно в эту сторону. Но они тем не менее, эти процессы есть. И мы их фиксируем и пытаемся осмыслить. И когда изменилась власть, потому что до этого на Майдане, когда шло нагнетание истерии по тому, что это антисемитское действие, только моя организация, наша организация, противостояла этой пропаганде. Мы каждый день загружали в интернет до двух-трех ночи позитивные еврейские впечатления о Майдане. А таких были десятки и сотни. То, что евреи были на Майдане, стояли в этих толпах, помогали им, они не чувствовали никакого антисемитизма, они не слышали выступлений. Там второе было в новогоднюю ночь, которая неоднозначно воспринимается. Некоторые никогда антисемитское, некоторые как нет. Но неважно, это единичный случай. Нет системы, нет тенденции в этом. Когда изменилась ситуация, все еврейские рейминадцы заявились, что в Украине нет никакого антисемитизма. Вот такой абсурд, который мы наблюдаем сегодня. Они тут же стали лояльными к новому правительству, против которого они были настроены во время Майдана, к оппозиции. Потому что они также были под влиянием пропаганды, еврейские общины. И это тоже очень интересное действие. Меня у американского посла в Украине спросили, мы видим, что многие еврейские руководители поменяли свои взгляды. А вот кто не поменял свои взгляды, можно узнать. Это два человека. Вот я и Борис Фуксман. Есть такой, который до сих пор продолжает быть против Украины. Он, правда, живет в Германии, а не в Европе, как я. Бизнесмен. И он возглавляет одну землейскую коронизацию. Этот Майдан показал очень много интересных явлений. Часть из них я уже посвятил. Все невозможно рассказать. Но, когда я говорил о том, что власть была очень сильна и готовилась к этому, почему же так это легко удалось поменять? Почему Илокович так быстро сбежал? Хотя никаких предпосылок к этому не было. Никакого штурма администрации президента или парламента не было. Никак мина. Были пикеты, были демонстрации вполне мирные. Когда Майдан отправлял какие-то колонны туда или сюда к парламенту, к кабинету министров, к администрации президента невозможно было подойти, потому что там были заграждения, стояли бронетранспортеры. Только стояние на Майдане и эти последние два трагических дня, когда погибли люди, поменяла взгляд Януковича на этот процесс. Как любой начинающий диктатор, он жил в очень изолированном информационном мире. Потому что его окружение давало ему только ту информацию, которая ему нравилась. Так как и Путину дают только то, что ему нравится. Они не имеют возможности объективно оценивать разные источники, сравнивать. У них нет на это ни желания, ни времени. Их раздражает, когда есть разная информация. И он считал, его в этом уверяли и из Москвы, что против него заговор. При поддержке Америки, Евросоюза, и заговор некоторых сил, которые вот хотят скинуть Януковича. и он готовился к заговору. И он готовился к заговору. Та подготовка массированных, которая шла, она была именно против заговора. Но когда оказалось, что это не заговор, а народное восстание, когда он понял в эти три дня, что ему...